дорогие друзья я приветствую вас в очередном микро мини мини стриме от оркестра пратум интегрум сегодня он будет более индивидуальный чем обычно потому что речь сегодня пойдет о юлида гамбо инструменте на котором я играю это не оркестровый инструмент поэтому поэтому сегодняшний сегодняшний разговор будет довольно индивидуальный на днях наша замечательная оля белецкая опубликовала нашем фейсбуке заметку овера да гамбо я даже не знаю что к этому можно добавить насколько точно и сконцентрирована она написала о том что это инструмент ну и вообще нужно признать что за последние 20-25 лет гамбо уже перестала быть каким-то таинственным загадочным объектом неслыханным здесь инструментом много инструментов уже и в россии в москве играют на них очень многие музыканты поэтому вряд ли я буду сегодня рассказывать непосредственно про сам инструмент про его конструкцию вы наверняка все это знаете к тому же сегодня есть интернет который можно найти абсолютно все и вы можете найти всю историю гамбо и вы можете найти все произведения которые для не написаны в виде ноты в виде записей я отвечу на несколько вопросов по этому по этой теме обращенных непосредственно ко мне и еще поговорим о некоторых спорных вопросах связанных с историей вела да гамбо может быть они будут слишком специфичны но могут показаться вам небезынтересны вот она тут пришли следующие вопросы как как я сам познакомился с гамбой как вообще она пришла в мою жизнь вы знаете это было совершенно неожиданно я собственно об этом рассказывал вам даже где-то что я увидел гамбу на картинке это была знаменитая в советское время книга которая называлась музыка в живописи это была книга посвященная европейской живописи до 18 века и тем случаем когда на картинах изображались музыкальные инструменты и увиденная мною гамба на картине было у меня массу вопросов потому что я сразу захотел узнать а как же на ней игра играли и как выглядит та музыка которая для нее писали тот момент мне было если не ошибаюсь лет наверное девять десять я уже играл на виолончели и я слышал о том что гамба когда существовала как предшественник виолончели кстати говоря это очень спорный вопрос мне было интересно как она звучит и впервые я взял в руки инструмент это был если не ошибаюсь 97 год или 96 по-моему 97 то есть я вот только-только поступил в консерваторию может быть это был как раз выпускной класс из гнесинской десятилетки я познакомился с совершенно замечательным человеком который многие из вас наверное знают это марк вайнрод он был фактически одним из первых людей в нашей стране кто играл в виоли да гамба он отец основатель знаменитого в свое время ансамбля матри галл и я через знакомых вышел на марка сначала попал на несколько концертов где он играл потом я с ним лично познакомился и он дал мне какие-то первые рекомендации и кстати говоря он помог мне найти первый инструмент которым я начинал играть был семиструнный инструмент копия bertrana сделанная в гдр годах очень приличным был инструмент единственное чего в то время не хватало мне и многим другим коллегам которые пытались играть на гамбе нормальные струны можно было купить невозможно было достать хорошие было извечное мучение тем не менее вот 97 98 год я проиграл на этом инструменте вот с него началось мою знакомство я очень рад что мне сразу попал в руки семиструнный инструмент то есть я сразу сразу стал играть какие-то французские пьеса для виолота гамба это наверное основная часть второй вопрос был такой что у меня за гамба ну вот это вот маленькое чудо которое вы видите за моей спиной это гамба сделанная сделаны по моему заказу в 2010 году это копия копия инструмента начала восемнадцатого века точнее копия инструмента барбе 1701 года которых оригинал хранится сейчас в брюсселе музея музыкальных инструментов и сделает инструмент замечательный бельгийский мастер франсуа бодар я собственно наблюдал за тем как этот инструмент строился то есть я видел даже начальный этап затем я приезжал специальную мастерскую что посмотреть как идет как идет процесс затем гамба не была готова в срок я был очень раздосадован но у этого были объективные причины и бодар сказал ну павел извини что так получилось давай я тебе сделаю красивую резную голову и помимо того что у этой гамбы есть женская голова с короны он еще сделал резную колковую коробку такой маленький приятный момент и затем несколько лет я инструмент разыгрывал я искал для него хорошую подставку что был что был хороший звук подыскивал струны на это уходит время потому что никто не может дать универсальный совет как именно как именно сделать инструмент играющим короткое время есть конечно инструменты которые сразу начинают играть мой начал играть не сразу мне пришлось искать подставку искать струны и я сейчас в общем довольно инструмент семиструнный то есть он идеален для французского репертуара но я на нем играю немецкая немецкую музыку это вполне можно а вот на немецкой шестиструнной гамбе к сожалению при всем желании французской музыку сыграть невозможно потому что в французской музыки широко используется седьмая струна ля причем она используется не только для басовых партий но и в сольных пьесах и ее просто так вот выкинуть невозможно иногда и в немецкой музыки она встречается частности знаменитая соло страстях по матфею агана севастьяна бах ария комзус из кроиц она написана с использованием с очень широким использованием седьмой струны у гамбы то есть ее на шестиструнной гамбе нельзя играть есть такие вот нюансы еще один вопрос такой какие сложности возникают у виолончелиста при при освоении виолы да гамба скорее всего сложности сложности в первую очередь в голове потому что когда вы с детства начинаете играть на виолончели вы привыкаете к винтовому строю а у гамбы строй квартотерцовый он очень близок к гитарному но терция находится в другом месте конечно это не очень просто уложить в голове то есть первые месяцы уходят просто на освоение грифа и я бы сказал что и последующие годы уходят на освоение грифа потому что у виолончелистов автоматически срабатывают такие вот алгоритмы мозговые когда мы видим ноты записанные на линейках у нас автоматически пальцы прыгают на эти места на которые на виолончели а когда осваиваешь гамбу то эти места совершенно другие и действительно происходят такие глюки на сцене что ты играешь на гамбе и вдруг прыгаешь в виолончельную позицию и соответственно играешь не ту ноту ну наоборот не знаю происходит ли у меня как раз наоборот не было а вот когда виолончельные мозги начинают работать такое бывает вторая проблема это звукоизвлечение на виолончели потому что она принципиально другое это вопрос не только не только в том что мячок на велида гамба держится вот так вот она и он держится вот так вот это вопрос еще и и левой руки потому что на виолончели нужно очень плотно ставить пальцы очень плотно прижимать струны а здесь Здесь у нас, как вы видите, вот они, лады. И тут, видите, 7 ладов. И прижимать лады нужно совершенно по-другому. Еще один очень сложный момент, это момент разворота руки. Дело в том, что на велончели позиция стандартная, она практически никогда не меняется. Она выглядит вот так. А на гамбе, для того, чтобы брать аккорды, двойные ноты, очень часто руку нужно разворачивать вот таким образом. Иногда даже вот таким образом. И уходят годы, прежде чем мозги перестраиваются. У кого-то, наверное, это происходит очень быстро. Я видел людей, которые осваивали гамбу очень быстро. У меня было все сложнее. Я, по-моему, первый раз вышел на сцену с гамбой после, может быть, трех или четырех месяцев освоения инструмента. Но чтобы раздельно сыграть какую-то сольную пьесу, мне потребовалось гораздо больше времени. И мозги мои перестраивались очень-очень долго. Плюс на гамбе есть принцип, такой же, как у гитары. И гитаристы знают этот принцип очень хорошо. Когда вы взяли какой-то аккорд или играете даже какую-то фактуру, то вот вы сыграли одну ноту пальцем и играете другую. Этот палец ни в коем случае нельзя убирать. Он должен оставаться на ладу столько, сколько это возможно. Вот это выкручивание пальцев, оно поначалу представляло огромную проблему. Я помню, как мой первый преподаватель по гамбе Вилланд Кьюкин, он, собственно, первый инстинктный, он просто прижимал мне пальцы сверху вот такой рукой. То есть я должен был играть, а палец по-прежнему должен был находиться в каком-то определенном месте грифа. Интересно, возможно ли было бы такое дело сейчас, когда не только из-за пандемии и из-за каких-то санитарных соображений, но и когда педагогу вообще запретили ходить близко к студенту, опасаясь чего-то такого. Я боюсь, что на самом деле для исполнительства это не очень хорошо. Очень важно, когда преподаватель может тебе прям вот палец прижать к грифу, и ты будешь к этому привыкать. Следующий вопрос. Какая любимая музыка для Пилота Гамба? Это вопрос такой сложный, потому что существует обширный репертуар, по крайней мере, французская, немецкая и английская национальная школы с очень разной, очень непохожей музыкой. И я бы так сказал, что внутри каждой национальной школы у меня есть любимые композиторы. Я даже затрудняюсь сказать, какой из этих стилей ближе всего, потому что английская музыка, в первую очередь консортная музыка, она доставляет колоссальное совершенно удовольствие при игре. Это очень глубокая музыка, и музыка, которую очень приятно слушать и играть. А в техническом плане, конечно, немецкая и французская, они самые сложные. У меня есть любимые композиторы во французской школе. Это, безусловно, сочинения Куперена. Их немного, но они ценны от первой до последней ноты. В этом я следую принципам моего профессора Виланда Кюйкина, который ставил Куперена на первое место в гамбовом репертуаре. Здесь же, безусловно, Антуан Фаркре, потому что красота его музыки сочетается с феноменальной совершенно виртуозностью и феноменальным знанием инструмента. Я даже считаю, что лучше Фаркре никто для Гамбы ничего за всю историю музыки не сочинил. Хотя у него своя техника, она такая особенная, она довольно поздняя. Надо сказать, что речь идет о двух Фаркре. О Фаркре-отце, Антуан Фаркре, и о Фаркре-сыне, Жан-Батист Фаркре. Эти два композитора, они абсолютно гениально писали для гамбы абсолютно гениальную музыку. И мне кажется, что из французских композиторов никто к ним в итоге не приблизился. Даже Морен Морре и другие французские композиторы, которые я пишу, писали более, может быть, менее талантливую музыку. Такие композиторы, как Шак Моррель или Шарль Доле, и даже сын Морена Морре. Все это музыка иногда хорошая, но Фаркре музыка просто абсолютно гениальная. В немецком репертуаре, ну, конечно, это бах, но, честно говоря, я не могу сказать, что я огромный поклонник баховских сонат для гамбы и клавесины, то есть я их играю, но не то, чтобы я прям стремлюсь их играть. Безусловно, соло в «Страстях» у баха – это вот настоящая виольная музыка. Ну, и «Телеман» – это вот две такие немецкие вершины. Что касается музыки немецких виолистов, немецких гамбистов в конце XVII-начале XVIII века, таких как Йоханнес Шенк, Конрад Хёфлер или Август Кюнель, да, эта музыка интересная, но все-таки далеко не все пьесы из этого репертуара достойны вот постоянно жить на концертной стаде. Музыка Карла Фридриха Абеля, безусловно, очень-очень хороша, я с удовольствием ее играю, и есть особый такой раздел в виольном репертуаре – концерты для гамбы с оркестром. Это, конечно же, концерты Карла Фридриха, Карла Готлиба Грауна, потому что его брат Карл тоже писал для гамбы, но мало. Вот концерты Грауна – это такая вот вершина, если вы хотите играть концерты для гамбы с оркестром. Вот это, пожалуй, мое самое любимое произведение. Ну, есть еще какие-то, я, наверное, сейчас что-то и забыл, но периодически хочется их играть. И очень много камерной музыки с участием гамбы, и тут, безусловно, парижские квартеты и квартеты Луи Габриэля Геймена, они на первом месте. Вот еще один такой вопрос, который не мне задавали, а я как раз сам хотел себе задать. Это несколько мифов, связанных с гамбой, но один из них, очень часто я слышу, что гамба – это предшественник виолончели. Тут надо понять, что действительно скрипичное семейство появилось несколько позже виольного, но ненамного. И надо сказать, что в течение почти двухсот с лишним лет эти два семейства существовали параллельно. Поэтому сказать, что гамба – это предок виолончели – неправильно. В те времена существовала очень простая идея, что каждый инструмент, как конструкция, а как технологическая конструкция и как некая техника игры, он имеет свои различные тесситурные разновидности. Если мы внимательно приглядимся, то у виолы были свои тесситурные разновидности. Сопрано, альт, энер, бас, контрабас и высокая сопрано. И в скрипичном семействе убили точно такие же разновидности. Высокая сопрано, то есть скрипка пиккола. Сопрано – это традиционная скрипка обычная, с обычной настройкой. Альт, тенор. Кстати, тенор ушел из употребления. Это был большой альт с обычной настройкой альтовой. Иногда на терцию ниже. Ну и разновидности виолончели. Высокий бас, то есть виолончель пиккола и обычный бас. В общем, полная консортная палитра. На самом деле они, в общем-то, все благополучно, более-менее, дожили до нашего времени. Есть еще одно заблуждение. Это отнесение виоль-дамур, такого инструмента любопытного, с резонирующими струнами, к виольному семейству. Я категорически с этим не согласен. Виоль-дамур – это скрипка. Единственное, что ее отличает от скрипки, это квартоторцовая настройка, по которой можно было бы, конечно, ее отнести к виольному семейству. Но, во-первых, у нее нет ладов. Это принципиальный момент для виол. Во-вторых, она держится добратчиво. Больше ни один представитель виольного семейства добратчиво, то есть так как скрипки, не держится. Потому что таким образом нельзя играть на ладах. Это нонсенс. И поэтому меня удивляет, что иногда люди используют виоль-дамур в консорте. Этого исторически никогда не было. В консорте верхнюю партию всегда играли только сопроновые гамбы, маленькие. И держались они. Ну, не до гамбы, они держались на коленях, но положение было вертикальное. Поэтому вот это тоже такой миф, который, к сожалению, приходится часто наблюдать. И очень интересно, конечно, взаимодействие виолончели и виола до гамба, потому что вот в этой вот басовой области консортов, скрипичного и виольного, происходило такое все-таки взаимопроводникновение. Есть огромное количество гибридных инструментов. То есть гамб, у которых корпус построен по скрипичному принципу. То есть просто он скрипичный корпус, к которому приделан виольный гриф и виольная настройка. И наоборот, были виольные скрипичные басы, которые внешне напоминали гамбу. Потом мы знаем, что на гамбе никогда не играли вот этой вот верхней, так называемой, хваткой. А вот на виолончели играли часто нижние хватки. То есть были такие моменты. Плюс виолончель, в отличие от всех остальных скрипок, использовали и с ладами тоже. Это черта виольного семейства. Тогда, в 17-м, в начале 18-го века, вплоть до 1800-го года, классификация была не столь четкой, как сейчас. Классификация отталкивалась от того, как мастер решал для себя какие-то технологические вопросы при постройке инструмента и какие требования выдвигали сами исполнители. Например, мы знаем, что в Италии и Франции было много исполнителей-басистов, которые играли на гибридных инструментах. То есть это была, например, виолончель, у которой был квинтовый строй, а наверху была кварта, как у гамбы, и она была еще с ладами. Ну, хотелось человеку так, он так и делал. Поэтому я предлагаю в большей степени тут использовать пример бас-гитар. Если вы придете в магазин в какой-нибудь Москве, где продают гитары современные, вы увидите, что есть огромное количество разновидностей бас-гитары. Одна с четырьмя струнами, другая с пятью, третья с шестью, и разные настройки, разные конструкции. То есть в 18-м веке, в принципе, было так же. Но какие-то стандарты все-таки появились. Вот французские виолы конца 17-го, начало 18-го века, они строились по очень схожим моделям. То есть у них, может быть, могла быть чуть-чуть изменена форма корпуса, но в плане количества струн, в плане конструкции, они были очень схожи. То есть на них можно было играть один и тот же репертуар. На этом я, наверное, закончу, чтобы не отвлекать ваше внимание. А мне остается только лишь напомнить, что для тех из вас, кто хочет услышать гамбо живьем, такая возможность есть. В субботу в 5 и в 7 часов вечера будет два часовых концерта в библиотеке читальни имени Пушкина. Детали все вы можете посмотреть в описании к этому видео. И будет концерт, посвященный творчеству Талемана. Я сыграю его фантазии для виолы да гамбо соло. Это глубоко-глубоко идиоматичная виольная музыка, может быть, одна из вершин в виольном репертуаре. Огромный подарок, который нам сделала история. Сначала она сделала нам не подарок, когда эти фантазии были утеряны, а потом действительно произошла находка, и теперь эти пьесы широко играются, исполняются. И я предлагаю вам прийти на этот концерт и эту музыку послушать. Большое спасибо и до следующих встреч. И мы будем очень рады, если вы будете присылать нам Facebook в личные сообщения и в комментариях вопросы. На все эти вопросы я постараюсь вам ответить. И плюс к этому постараюсь привлечь моих коллег, в частности Сергея Фильченко, например, и Олю Евжейкову, которые, я надеюсь, делают такие же стримы по своим инструментам и по своему творчеству. Спасибо. До свидания.